30 тысяч банковских карт использовали для отмывания криминальных денег. Незаконный оборот составил 22 миллиарда тенге. Об этом сообщает агентство по финмониторингу. Ведомстве рассказали, что к преступной деятельности привлекли казахстанцев финансовыми трудностями. К примеру, студенты в Астане и Караганды, а также 64-летней пенсионерка из Тимиртау, выводили деньги от продажи наркотиков в телеграм-магазине. Только через их счета прошли более 100 миллионов тенге. Оборот наркошопа превысил 2 миллиарда. В другом случае использовалась карта студента из Алматы, насчет которого поступили 22 миллиона тенге от 900 лиц. Полученные средства переводились на криптокошельки злоумышленников. Казахстанцам советуют прекратить все контакты с мошенниками в случае таких предложений, а также сообщать об этом в правоохранительные органы. Осужденных за экономические преступления невыгодно содержать в тюрьмах. Чтобы аргументировать свою позицию, адвокат Надежда Долобаева обратилась к президенту Казахстана. Правозащитница отмечает, что суды отказывают в условно-досрочном освобождении этой категории осужденных, потому что считают, что они нанесли ущерб государству. Однако в перерасчете на деньги это выглядит иначе. Долобаева заявляет, что ежедневно из бюджета на одного осужденного тратится 7500 тенге, то есть содержание 30 тысяч заключенных в день обходится в 225 миллионов тенге, тогда как заключенные, вышедшие по УДО, за неотбытую часть наказания выплачивают штраф государству. В среднем каждый сидящий за экономические преступления может выплатить от 700 тысяч тенге. В эту группу осужденных можно включить тех, кто выписывал фиктивные счета фактур, как правило, это женщины, у которых есть дети. Два социальных объекта построят за счет активов, которые удалось вернуть государству из-за рубежа. Деньги хранились в специальном фонде. И теперь по поручению президента решено возводить спортивный комплекс в Зериндяк-Молинской области. Стоимость объекта превышает 2 миллиарда тенге. Площадь по проекту составит свыше 6 тысяч квадратных метров, где спортом могут заниматься 14 тысяч жителей. Также в планах строительство музыкальной школы на 890 миллионов в селе Тимрлан Туркестанской области, куда будут переведены ученики из старого учреждения. Сегодня в специальном госфонде саккумулированы 177 миллиардов тенге. В Саране завершено переподключение всех домов к резервной системе теплоснабжения, сообщает Акимат Карагандинской области. Глава региона Ермагамбет Буликпаев заявляет, что понимает недовольство горожан, обещает провести анализ и дать оценку действиям каждого, кто несет ответственность. Но делать это будет после стабилизации ситуации. А пока отмечается, что запущены все локальные теплоисточники. И только один квартал переподключен к действующей котельной. Запас топлива и угля достаточно. До ввода в эксплуатацию центрального ТЭЦ город будет обеспечен теплом за счет резервной системы. Также за октябрь жителям Сарани сделают перерасчет за теплоснабжение. За нанесенный вред пациентам медучреждения Казахстана начнут выплачивать страховки. Новые правила вступили в силу с этой недели. Хотя раньше казахстанцам приходилось через суд доказывать врачебные ошибки. С одной стороны, Минздрав упростил защиту прав пострадавших от некачественного лечения, но с другой есть оговорка. Это стандарты, которым должен соответствовать страховой случай. Отметим, медорганизации должны вводить в страховой полис весь персонал и раз в год вносить платеж в страховое агентство. Что касается компенсации, за вред здоровью без установления инвалидности предусматривается сумма не более 300 МРП или около 1 миллиона 200 тысяч тенге. За вред, повлекший инвалидность, от 500 до 800 МРП. Это от 1 миллиона 800 тысяч до 3 миллионов. Если после лечения наступила смерть пациента, тогда выплата превысит 11 миллионов тенге. В агентстве по регулированию и развитию финрынка пересмотрели коэффициенты, влияющие на стоимость полисов автострахования. То есть, теперь система будет учитывать не только количество ДТП, но и тяжесть ущерба. Если по вине страхователя произошло ДТП с серьезными последствиями, повлекшими гибель или инвалидность, его класс автоматически понижается до уровня М2. А это значительно увеличивает стоимость страховки. За мелкие повреждения класс будет снижаться мягче. Несмотря на газификацию, уголь все еще остается востребованным энергоресурсом. Спрос на этот вид топлива будет держаться до 2040 года. Такие прогнозы озвучили эксперты. По данным Министерства промышленности и строительства, в прошлом году в Казахстане было добыто больше 112,5 миллиона тонн угля. Основные потребители каменного топлива в стране – это предприятия, производящие электроэнергию и тепло. Они получили свыше 58% от всей годовой добычи. Остальная часть распределилась между экспортом, коммунально-бытовыми предприятиями, промышленными компаниями и населением. Постепенная газификация регионов и населения, как говорят эксперты, снизит потребление угля. К примеру, одна из самых больших областей – Алматинская, которая ежегодно снижает объемы использования твердого топлива. К слову, цена на уголь, как отметили в Акимате Алматинской области, растет из года в год. К примеру, если в прошлом году за тонну твердого топлива граждане платили от 16 до 19 тысяч тенге, то в этот раз ценник прибавил от 2 до 4 тысяч тенге. Казахстан начнет экспорт конины во Францию. Соглашение подписано между компаниями Каипата и Пегас БиВиЭс. В рамках саммита животноводства сообщает Минсельхоз. Глава ведомства Эдарбек Сапаров отметил, что рассматривались вопросы внесения изменений в ветеринарные требования на экспорт мелкого рогатого скота. Также обсудили совместный проект по улучшению казахских пород с помощью искусственного осеменения и семени французской породы крупного рогатого скота. Планируется расширение мощности завода «Данун» на территории Казахстана. Для производства йогуртов компания использует только казахстанское молоко. В 2025 году на предприятии установят дополнительную линию на сумму 730 миллионов тенге. Казахстан планирует нарастить выпуск нефтехимической продукции к 2030 году почти до 2 миллионов тонн, таким образом увеличив объем почти в 5 раз. При этом цель – привлечение инвестиций на 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в дорожной карте развития отрасли Минэнерго на 2024-30 годы. Она предусматривает проекты по доставке сырья, строительству и инфраструктуру на территории СЭС в Атаравской области и не только. План производства нефтехимической продукции в Казахстане на текущий год – 628 тысяч тонн, пишет Рейтер. Страны Евросоюза уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России. Он будет направлен против российского экспорта энергоносителя, в частности, жиженного природного газа. Такие данные приводит издание «Политикоса». Ссылка на дипломатические источники. Январь был выбран не случайно. Именно в этом месяце завершится мандат председательства Венгрии в Совете ЕС. По словам источников, венгерский премьер Виктор Орбан использовал председательство страны, чтобы якобы остановить переговоры о санкциях. Великобритания выделит Украине дополнительное финансирование в размере около 3 миллиардов долларов. Это в рамках кредита, который будет обеспечен за счет процентов заблокированных российских активов. Об этом информирует прислужба британского правительства. Средства позволят Киеву приобрести военное оборудование. К примеру, противовоздушную оборону и артиллерию, говорится в сообщении. Всего Лондон за последние годы предоставил Киеву кредит на 13 миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте предостерег КНДР от отправки бойцов в Россию. Он выступает против того, чтобы те участвовали в войне против Украины. Иначе это будет означать значительную эскалацию, написал политик в своем аккаунте в соцсети Икс. По словам Рюте, он уже обсудил данную ситуацию с президентом Южной Кореи. По информации разведки этой страны, Северная Корея перебросила на восток России 1500 солдат. Между тем, США предоставят Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Речь идет о боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении. Об этом объявил глава Пентагона во время своего визита в Киев. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь в соответствии с двусторонним соглашением в сфере безопасности.